Эх, здравствуйте, дамы и господа! Как у вас настроение? Все ли отлично? Все ли прекрасно в вашей вселенной? Я надеюсь, что все ништяк, и сегодня мы с вами побегаем на протяжении 30 минут. Давайте же начнем наши действия, но первоначально необходимо сделать некоторую разминочку. Покрути тазом, понагибайся вниз, плюс вот так вот поделай, чуточку вот так-то ручками назад, чуточку ручками вперед, все ништяк, размялись, вот тут вот, чтобы ножки все хорошо очищали себя. Сейчас запустим наш организм в работу, кровеносные тельца просто вот так вот будут носиться по всему телу, заряжать нас адреналином, серотонином и прочими хорошими веществами, а кортизол будет уходить из наших надпочечников, вот так вот, просто с ноги, он уходит, это гормон стресс, который находится в надпочечниках. И также дисциплиной мы будем заряжаться, а дисциплина это свобода, понимаешь? То есть чем более ты дисциплинирован, тем больше ты можешь в этой жизни, а соответственно ты становишься свободным. Погнали делать упражнение, я запускаю таймер 30 минут, так, все размялись, окей? Музыка включаю тоже. Так, музыка включена, я ее вроде слышу. Так, таймер вновь перезапускаю, а то 10 секунд лишнее. Во, все, таймер запущен, у тебя тоже можешь где-то находиться рядом с тобой, это уже мы будем контролировать. Когда там будет 5 минут, когда там будет 10, я скажу, когда будет 15, 20, 30, но ты можешь у себя таймер поставить, если хочешь. Конечно бы, наилучшим образом было бы, если бы я указал его вот здесь, вот на экране он бы появился по щелчку пальцев, но у нас не будет монтажа в данном видеоролике. Просто бегаем. Самое главное это содержание видоса, чтобы ты зарядился такой и начал двигаться. Потому что большинство, кто меня смотрит, но все, часть большинства, кто меня смотрит, те, кто приходят с пародией на голоса и с прочих вещей, они обычно ленивые жопы. Некоторые. Не все. Не все. И поэтому им необходимо двигаться. Я хочу, чтобы реально подписчики двигались, потому что это заряжает некоторый... Внутри меня это вдохновляет. Сегодня я заходил в Инстаграм, посмотрел на своего подписчика Никиту. Он занимается спортом. И знаете, меня это замотивировало. То есть я такой вдохновился вот этой историей успеха. Меня это замотивировало. Все, я такой поднялся и начал с вами заниматься. Ну, реально так происходит. Просто я не знаю, как так происходит, но очень много людей, которые смотрят Ютубчик, они обычно толстые, жирные, и просто салом обтекаем их. Зачем это? Ну да, я понимаю, сейчас современный толерантный мир, можно говорить, что ну ладно, ему нравится, купать позитив и все такое. Но, ребятушки, спортом, наверное, лучше заниматься, чтобы дожить хотя бы до 40 лет. Да? А мы же, кто занимается спортом, давайте на 90 планушек поставим, а то и на 150. Конечно, да, с точки зрения науки, все мы доживем до 120-125, потому что наше тело способно, ну, если верить статистическим данным, научным, то наше тело, оно живет около 120 лет. И благодаря спорту мы можем, так скажем, на этом промежутке времени сохраняться. Если мы не занимаемся спортом, то мы отнимаем из себя там еще 10 лет, еще 10 лет, еще 10 лет. И если ты вообще запускаешь свое тело, то ты можешь дожить до 30-40 лет. Но тут, естественно, есть различные факторы, которые появляются в нашей жизни. Например, если ты... Если на тебя упала сосулька, то ты можешь закончить свою жизнь в 23. Тьфу-тьфу-тьфу, мне сейчас 23. А зима еще не наступила. Фух, зима близко. Ладно. Это я так с вами поддерживаю диалог. Кстати, мы уже 2 минуты 50 секунд бежим. Круто. Мне просто хочется, чтобы подписчики двигались, так как меня это самого заряжает. То есть я когда вижу, что подписчик что-то делает, это прикольно. А не то, что там... Какое-то быдло появилось в чате, в комментариях. Начал негативить, что жизнь отстоит, все такое. Если жизнь отстоит, занимайся спортом. Реально. Это поможет тебе выплеснуть эмоции. Ты будешь такой говорить, я сейчас буду испытывать боль в момент делания упражнений. Но после этой боли я просто становлюсь очень максимально крутым. То есть прям по-жёсткому занимаешься и становишься потом лучше, лучше, лучше. А потом эти мысли просто уходят, у тебя они заменяются на позитивные. Ты такой, блин, хочу позаниматься. Хочу потом что-нибудь ещё поделать. Начинается всё со спорта, мне кажется. Ну или с какой-то деятельности. Желательно активной, физической. Потому что активная, творческая тоже с этого начинается, но творческая деятельность, она иногда не полностью тело подключает. А если тело не полностью подключено, то ты иногда такой, ну может не надо сегодня делать. В принципе, как-то так начинаешь договариваться с тобой. Я на весь ты понял. Но если вам нравится 14 часов подряд рисовать, то ничего страшного, всё хорошо. Можете рисовать. Реально. То есть у меня было время, когда я играл в World Warcraft на протяжении 16 часов в день. И это заряжало тоже. То есть я, если занимался чем-то другим в течение дня, ну иногда там, естественно, не 16 часов я играл, а 12, то другие дела я старался максимально выполнить. Это была некоторая моя игра. За ачивками, за фармингом. Потому что в World Warcraft, когда я играл, я любил фармить. Фармить мобов. Фармить голду. Фармить какие-то айтемы, маунтов, ачивки. И аналогично потом, когда я в жизнь прихожу, то я такой, применяю этот концепт. Это своеобразная ролевая модель у меня была. То есть ролевая модель человека, который фармит. Который постоянно ходит в рейды. Так, вот сюда сходить. В душу дракона, в сумеречный бастион, в твердень крыла тьмы. Пофармить быстро мобов. Так, это займет примерно час 30. Потом я побегу туда, пофармлю мобов на острове. Плюс там костяшки всякие постобираю. Голду вот здесь пофармлю. Ага. Потом это все на аукцион продам некоторые айтемы. После чего зайду к вендору, все продам вот так вот так. Потом рейдик вечером. Ага, гуд. И то есть это процесс планирования. И такой процесс планирования можно перенести на жизнь. Главное быть осознанным в этом моменте. Но в то же время можно быть и неосознанным. Тут разные подходы к жизни бывают. Потому что кому-то подходит, когда он вообще не думает о происходящем. И такой просто в потоке. Я в моменте, можно сказать. Потому что он такой, ну ладно, окей. Получаем кайф в данный момент. Не думая о том, что дальше и так далее. Это тоже такой подход работает. Иногда он срабатывает. Когда ты полностью такой, блин, голова кипит. Но все-таки мне, по крайней мере в жизни, приносит кайф, когда я такой, так, вот это пофармить туда-туда-туда-туда-туда. И просто постоянно находиться в движении. Для меня это работает наилучшим образом. Но иногда, когда я иду по улице, и я хочу потанцевать под музяку, то для меня работает процесс просто отпустить все мысли и сфокусироваться чисто на музыке. Да даже фокус на музыке, это тоже своеобразный фокус на чем-то. То есть я фокусируюсь на определенных битовых движениях, на определенных там снейрах, хай-хетах, которые звучат. То есть потом... Потом... Так, запекачили. Так, сейчас 6 минут 40 мы бежим. Супер! Если хотите, если вам это позволит, конечно, можете порубать. Осторожней, конечно. Потому что иногда... Это, конечно, каждый по-разному для себя определяет. Иногда можно поперкнуться, пока ты вот так пьешь водичку. Ну, потому что процесс так работает в нашем организме. Давайте еще попрыгаем вот так. Это тоже своеобразный бег. Своеобразный кардио. То есть это видео бег и кардио. Потому что я, в принципе, люблю бег. И само кардио по себе. Давайте ускоримся немного. То есть... Чуточку шустрее. Если кто-то добежит до конца, то есть полностью просмотрит видос, сам пробегает, набежите в комментариях. Реально. Мне это будет очень приятно. Потому что, если кто-то, хотя бы один, сделает эти упражнения, моя миссия уже выполнена. Если кто-то напишет, с самого начала вот видос выходит, и... О, первый! Крутой видос! Молодец! Ну да, это, конечно, приятно. Супер! Но обычно есть часть зрителей, которые пишут, о, круто, привет, молодец, первый. А потом уходит на другой видос смотреть. Я ем 100 гамбургеров за 20 минут. Например, такие видосы начинают смотреть. Окей, они любознательные в своей сфере. Но... Блин, чуваки, занимайтесь спортом. Ёкарный бабай. Ну, по крайней мере, для меня это работает. Я почему говорю вот так, это я сейчас больше свои мысли вам доношу, что спорт круто, Урал сила. Ну, реально. Жи есть. Так, давайте поднимем тему насчет книг. Я иногда пишу, точнее, пишу ежедневно, иногда больше, иногда меньше. Вот так лучше сказать. И пишу я обычно о чем? Пишу я о музыкальных инструментах. То есть, я представляю, что я играю как будто на музыкальных инструментах, описываю процессы игры на музыкальных инструментах. Также я люблю писать о животных, которые тоже играют на музыкальных инструментах, как будто это оркестры. Например, жирафик, который дергает за струнку арфы своим ртом. Плюс также о зебре, о других животных, барцуках, росомахах и так далее. Это мне нравится. О калибре. Это круто. Также я люблю о позитивном чем-нибудь писать. То есть, такое вдохновляющее. Плюс интересно писать про достижение успеха в какой-либо области. Это круто. То есть, своеобразная модель, можно сказать, бизнес-модель и в том числе просто ролевая модель для достижения успеха в той или иной области. Это мне нравится. Серьезно, это меня заряжает энергией. Когда я пишу об этом, это своеобразная визуализация. Это круто. И, кстати, процесс визуализации он некоторым образом работает. Конечно, да, это не совсем то, если делать это в реальной жизни. Ну, допустим, как научиться играть на скрипке, если у тебя нет скрипки. В принципе, можно визуально это делать. То есть, представлять, как будто ты играешь пандоминно и можно даже некоторыми навыками обладеть. Потому что твои мышцы привыкнут так вот делать, когда ты в следующий раз возьмешь скрипку. Это намного лучше, чем когда ты вообще ни разу не пробовал даже пантомимично это делать. Согласись. То есть, ну реально. Представь, две ситуации. Чел вообще ничего не две делал, у него руки всегда всю жизнь были вот так вот. Или же в какой-то момент он начал вот так вот практиковаться каждый день и играть примерно по одному часу в день. И потом представлять еще воображение, как он какие нотки нажимает и так далее. Когда он притронется к твоему инструменту, то уже ты можешь предположить, что он будет чуточку лучше. Как минимум, его мозг будет меньше задумываться, как что расположить, потому что он уже это практиковал без инструмента. Верно? Поэтому я считаю, что процесс визуализации, он работает. Но, естественно, иногда необходимо своеобразный супервайс. Супервайс – это машинное обучение. Конкретно данное понятие я сейчас использую с точки зрения машинного обучения. это когда мы обучаем машину, она учится сама, то есть классифицирует данные, там перекидывает их, постоянно поступают данные, она их классифицирует, но потом необходима некоторая проверка человека, то есть уточнить, туда ли мы движемся, то есть человек, не машина, человек уточняет, какие параметры еще необходимо учитывать и так далее. И супервайс, конкретно в визуализации, это когда ты вот пробовал на пантомиме играть, то есть на музыкальном инструменте, а потом зашел в музыкальный магазин и попробовал самостоятельно поиграть, там, внутри, и тогда ты уже понимаешь, куда ты тыкал, и уже у тебя есть визуализация, ага, так-то, 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 окей, гуд, я буду сюда нажимать, сюда-сюда-сюда, а потом опять практикуешься пантомимой визуализацией. И это реально повышает навыки. Можете попробовать. То есть я даже над собой некоторый эксперимент ставил по игре на фортепиано. Когда я представлял, вот, допустим, я иногда ложусь спать, темно, ничего в комнате, кстати, мы уже бежим на 12 минут, молодцы, ничего в комнате, то есть темно, вот, и я начинаю играть, как будто вот сейчас вот, я нажимаю на чистую кварту от до. Это до и фа. Вот у меня большой палец на до, этот на фа. Потом до и, до и соль. Вот так вот нажимаю до, фа, до, фа, до, фа, до, соль, до, соль. Даже сейчас, пока я с вами говорю, я их практикую. Следовательно, навык повышается. То есть в следующий раз, когда я обращусь к музыкальному инструменту, мой мозг быстрее это вспомнит. В этом плюс визуализации. В этом плюс также писательская деятельность, когда ты что-либо описываешь. Потому что, когда ты в следующий раз начнешь это делать, то твой мозг такой, ага, я это помню. И такой быстро возвращается к тем вещам, которые ты делаешь. Потому что обучение строится наше в жизни, на том, что мы что-либо изучаем, а потом повторяем то, что мы изучили, и опять вновь что-то изучаем. Это постоянная такая спираль. То есть, вот смотри, представь спираль, круглая такая, маленький круг прошли, окей, научились азам. Потом дальше круг повышается, 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 и постоянно необходимо повторить намного больше того, что ты сначала изучил, чтобы изучить что-то новенькое. и это постоянный такой процесс наматывания круга вот такого. То есть, вот так, 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 спираль обучения, можно сказать. Такая модель. Мы ее представляем. И это действительно так работает. То есть, по спирали вот так все движется. потому что даже изучая новые слова в новом языке, допустим, ты изучил слово hello, да, в английском языке. Привет. И потом ты такой можешь сочетать это с различными вещами. Hello, Маша, Mary, Hello, Ваня, Hello, Костя, и так далее. И когда ты знаешь уже Маша, Ваня, Костя, то ты уже такой три слова знаешь. А потом ты такой Hello, Маша и Ваня, Hello, Маша и Ваня, Hello, Маша и Костя, Hello, Маша и еще какой-нибудь человек. То есть, больше, 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 и необходимо опять повторить, повторить слова. Так изучаются языки. Как я изучаю языки с помощью клавиатуры? Я пишу что-либо, то есть, точно так же, визу-визу, я вспоминаю слова, которые я знаю, и переставляю их между собой. Тем самым, мозг мой запоминает их, после чего я открываю книгу какую-то и начинаю ее читать. Запоминаю некоторые опять слова, некоторые перевожу, некоторые просто ищу в словаре, потому что, что я понимаю перед переводом? Перевод это перевод из одного языка в другой, то есть, с английского на русский, либо с андонезийского на русский, либо же с испанского на английский и так далее. А поиск в словаре это конкретно, что данное слово означает в словаре того или иного языка. То есть, например, какой-нибудь английский, оксфордский словарь нахожу, или urban dictionary, если я ищу скленговые слова на английском, или же по-русскому, на русском что-либо, то словарь ожиговая, либо же словарь далее, открываю, либо же википедию. Иногда википедии хорошие сведения содержатся, и, то есть, повторяя вот эти вот вещи, про википедию мы еще поговорим сейчас, повторяя вот эти вот все штуки, и после чего начинаю, вот, прочел, да, и после чего начинаю опять фармить. То есть, все ассоциации с новыми словами, фармлю, 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 потом я понимаю, что, в принципе, я уже их изучил достаточно, что я с ними комфортен, и потом опять повышаю вот так. Аналогично работает и со спортом. То есть, сперва вы делаете три отжимания, потом пять, потом десять, потом пятнадцать, и так далее. Если кто-то вам говорит, что, допустим, десять отжиманий не работает, то есть, если вы ежедневно делаете всего чуть-чуть, то не работает. Работает, ребят. Это накопительный эффект. «Надо делать хотя бы что-то», а потом просто повышать. Вы можете делать любое количество раз в зависимости от того, что вы конкретно хотите прокачать. То есть, если вы хотите это к вопросу по количеству, сколько делать. Если вы хотите прокачать выносливость, такую мышечную, то, естественно, хорошо делать прям большое количество раз. Если вы хотите прокачать там силу, да это как в играх, ребят. Если хотите прокачать силу, то, естественно, необходимо работать с большими весами и так далее. Хотите прокачать ловкость? Больше... Сейчас я попрыгиваю, потому что у меня право на вечера. Если хотите прокачать ловкость, то больше растягивайтесь. Верно? Я думаю, да. Вопрос о Википедии. Вернемся. Потом можем про навыки тоже поговорить. Про Википедию. Я считаю его данный сервис, данную энциклопедию, ее одной из лучших в плане по поиску информации среди точных наук. С точки зрения, если вы ищете какие-то точные факты из физики, из химии, из биологии, из статистики, точная наука, да, то вы найдете достаточно много материалов, хорошего, интересного, особенно на английском языке. На русском иногда не до конца еще переведено, но тоже нормас. То есть на русском языке некоторые статьи отстают угодно 4 на 5 по актуальности. На английском много актуальных вещей есть. Вот у вас точный материал вы изучили. Из каких статей вы тоже можете в принципе что-то научиться? Это биографичные и исторические. Но биографичные и исторические, в отличие от точных наук, они очень субъективные. То есть кто их писал? И там необходимо множество источников читать по поводу этого. То есть смотрите, точные науки вы можете читать спокойно на Википедии, там достаточно точный материал, хороший. А вот исторические сведения, естественно, мы не отменяем мир, что мы живем в капиталистическом мире, и очень много людей факты исторические делают под себя, чтобы легче было управлять массами. Ну мы это понимаем, друзья. Верно же? Исторические факты лучше читать с большого количества источников и с разных точек зрения. И те факты, которые чаще всего совпадают, то есть вы прочитали 50 источников, и после чего сделали выборку, ага, чаще всего повторяются вот эти вот 20 слов. Следовательно, вероятнее всего, они что-то означают, то есть это, видимо, схожее мнение со всех сторон, значит так вероятнее всего и было. По крайней мере, отталкиваясь от вот этих 50 источников. Понимаете? И желательно источники разных направленностей брать, потому что вдруг вы зайдете в теории заговора и 50 источников от теории заговоров будете читать. Ну да, вы станете хороши в теориях заговоров, но в реальной жизни конечно это вам может помочь, да. Вы можете создать видосы про мистификацию и так далее, тоже своеобразным образом монетизировать, но если говорить про корректность историческую, то лучше другие источники искать, наверное, да. Но мистификацию тоже можете прочесть, отдельный источник, один допустим из 50, вот так прочли и все. Кстати, мы бежим уже 19 минут 30 секунд. Молодцы, ребята. Хорошо. И точные науки вот рекомендую на Википеде читать. Другие исторические факты, это уже вы сами для себя выбираете, я просто люблю об... А точность науки, что ли, читать. Также техническую документацию. Языков программирования. Еще из каких ресурсов могу порекомендовать вам что-либо почитать, это Кибер-Ленинка. Кибер-Ленинка на русском языке. Это научные статьи русскоязычных авторов. Ну, по крайней мере, то, что написано на русском языке. Не знаю, русскоязычных, не русскоязычных, но то, что написано на русском языке. Кибер-Ленинка. Рекомендую. Там статьи, которые используются в научном обществе. То есть, если вы занимаетесь различной такой профессорской деятельностью, научной деятельностью, то хороший ресурс. Можете пользоваться. И на английском это британика, написанная на английском, в латнице, то есть P-R-I-T-A-N-N-I, то ли C, то ли K, A, A, то есть британика, вводите, и такой вот ресурс есть, там научные статьи на английском. Он считается одним из самых надежных по достоверности информации, научных статей. Все остальные вещи в мире, лично мое мнение, я рекомендую читать с точки зрения просто, либо развлечь себя, если вы хотите развлечь себя, то есть такие, почувствовать жизнь, да, она действительно такая, либо же, если с точки зрения капиталистических ценностей и всяких таких выгоды для себя, коммерческой, то рекомендую читать с точки зрения маркетинга. То есть вы такие, читаете, допустим, Стивен Кинга, и замечаете, вот в каком стиле он пишет, и, соответственно, если вы вдруг захотите написать в стиле триллеровском, мистики, ужасов, то вы можете использовать такие же конструкции, как использует он. Конструкция, это не означает, что мы повторяем те же самые слова. Мы, да, повторяем эти слова, но с точки зрения жанра. То есть, понимаете, если мы пишем книгу об успехе, то там будет идти вперед, двигаться, быть позитивным, заботиться о здоровье и так далее. Если мы читаем что-нибудь, например, о теле человека, то там будет про мышцы. Вот там мышца дельтовидная, плюс абдоминальные мышцы и так далее, да? Если про голос, то там используются такие вещи, как гортань и так далее, да? И если вы читаете какие-нибудь crime, то есть про убийство, криминалистику, то там содержатся слова такие, как убийца, маньяк и так далее, шпион какой-нибудь, возможно, шпион, хотя это больше к детективу относится. Понимаете, то есть есть некоторые слова, которые принадлежат к определенным жанрам наибольшим образом. Понимаете, да? Если это комедия, то шутка, хохма, там будет байка, да? Вот такие вот вещи, достаточно смешные слова используются и определенные тоже конструкции используются. И вы смотрите на это, какие слова чаще всего повторяются в том или ином жанре. И с точки зрения маркетинга, если вы хотите написать в том же самом жанре, то применяете их потом при написании. Аналогично и в музыке. Вы замечаете, какие в основном ходы используются в том или ином жанре, какую последовательность аккордов, то есть джаз отличается от поп-музыки, вы понимаете. И какие аккорды там используются и там, и их используете, соответственно, в своем жанре. Это не означает, что вы как бы берете оттуда. Да, вы берете, но вы берете, так скажем, содержание жанра, что там содержится. А потом дальше уже это переставляете всевозможным образом. То есть вы пополняете свой словарный запас того или иного жанра, а дальше просто переставляете и получается музяк в том или ином ключе, в том или ином стиле. Итак, мы бегаем 23 минуты 42 секунды. Давайте попрыгаем. Можем даже вот так вот. То есть вперед-назад ноги. Супер. Хорошо получается. Ты моя дружище? Реально? Мне кажется, данный видос будет полезен для зрителей. Потому что, ну серьезно, мне кажется, когда человек что-то делает сам, это намного более продуктивнее, чем когда ты просто смотришь, как кто-то другой делает, и такой, ну да, я понял, хорошо. А когда ты сам создаешь, это вот что мне хочется, чтобы вы делали. Почему у меня так много видеороликов, как что-либо делать? Это из-за того, что мне хочется, чтобы люди что-либо делали. Это раз. Ну и второе, естественно, я так визуализирую свой процесс в том числе, потому что я двигаюсь вперед. Соответственно, когда я обучаю других, то я в том числе сам обучаюсь этому. Лучше. То есть становлюсь в этом. В это вещи. То есть, естественно, у меня был период времени, когда я это читал, ознакомливался, также образовывался в той или иной области, то есть понимал, как это строится, наблюдал, описывал, делал, проводил исследования. И сейчас я о своих, так скажем, наблюдениях рассказываю. Да. Но с точки зрения маркетинга, скажу вам так, что создавать контент о том, как что-либо сделать, и как вообще продвигаться вперед и так далее, то есть обучающие видеоролики, они не сильно популярны. По какой причине? Потому что людям нравится... То есть вы представьте, ленивый человек, что ему хочется? Ему хочется как можно дольше оставаться ленивым. То есть суть его жизни, что я хочу отдыхать. И все, больше ничего. И чем меньше действий я делаю, тем лучше. Это вот большая масса рынка, которая у нас сейчас есть. И когда вы создаете то, как стать лучше, такой контент им не хочется, потому что, ну блин, надо что-то делать. Да? И, следовательно, на данный момент, в момент развития рынка, это не сильно такой контент будет для них интересен. Им интересен такой захватывающий просто киндибайки из жизни, история. Конечно, истории жизни тоже могут привнести ценность другим людям, тем, кто осознанны. Потому что если вы осознанный, вы можете из любого контента привнести в свою жизнь какую-либо ценность. То есть есть цитата такая у Брюса Лиха, что мудрый человек возьмет очень много даже из глупого вопроса. Когда глупый человек даже не сможет ничего взять из мудрого ответа. Вот, например, такая вот цитата. Что это означает? Что если ты осознанный и понимаешь вообще, что как в жизни происходит, то ты можешь из любого материала взять какую-то цену для себя. То есть понять, как это работает. Такой, так, ага, это работает так, это работает всяк и так далее. И это я могу использовать здесь, 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 здесь. Окей, гуд. А глупенький он такой, а, ну это значит это и все. То есть отличие осознанного от неосознанного человека, еще есть некоторая такая вот версия моя, что осознанный человек, он понимает один концепт с разных сторон, может рассмотреть его. То есть и чем больше сторон, тем лучше. В этом, кстати, помогает литература в школе. Реально. То есть я такой обращаюсь к прошлому, такой задумываюсь, а что научило меня думать более-менее осознанно? Уроки литературы в школе. Потому что там ты рассматриваешь ситуацию с разных точек зрения. С разных точек зрения людей, которые присутствуют в той или иной новелле, в том или ином рассказе, в той или иной оде. Да? И ты такой наблюдаешь за вот этими вещами, что это может значить. Естественно, стопроцентной гарантией вам не скажут, что это значит. В этом как раз-таки заключается такой вот конфуз у людей. Что, ну как ты не знаешь? Это, ну, не может такого быть, что ты не знаешь. А ты на самом деле знаешь, но ты знаешь очень много вариаций, как это может быть. И пока ты будешь объяснять, человек такой, ну, да, ладно, зушь, скажет. Ну, глупенький человек скажет. Но на рынке можно это использовать по-разному. То есть самый правильный метод так делать. И он такой, да, это обо мне. А почему он говорит, да, это обо мне? Ты понимаешь? Потому что множество мнений. Или он такой, нет, не обо мне. И пишет гневный комментарий. И благодаря данному гневному комментарию ты продвигаешься дальше. И данный видос попадает тем, кто такой, да, это обо мне. И они такие, да. И тем самым ты увеличишь свои показатели всякие. Из того, что максимально, можно сказать, практически объективно, ну, то есть мне хочется в это время верить, это любовь. То есть в любовь вкладывается то, что мы дарим любовь людям. Обнимаем их, дарим им что-либо. Положительными эмоциями заряжаем. Ну, то есть что-то позитивное такое. Я люблю классифицировать слова на вот подгруппки своеобразные. То есть это больше к вопросу афирмации, кстати. То есть есть слова в жизни у нас такие позитивно насыщенные. Например, добро, любовь, благодать, благо и так далее. То есть такие добронасыщенные. И, кстати, чем больше вы их используете в жизни, тем более радостными вы становитесь. Кстати, слово радость в том числе. Кстати, мы бежим уже 29 минут 30 секунд. Давайте можем даже ускориться немного. Молодцы, работаем. Супер. То есть вы повышаете сейчас свои показатели выносливости, силы, ловкости в том числе. Потому что прокачивая один показатель, вы прокачиваете также и другие. Просто в меньшем соотношении. То есть сейчас мы работаем больше над выносливостью, можно сказать, бегая. И также над дисциплиной, если мы это будем считать такой ментальным показателем. То есть вы прокачиваете выносливость, но при этом сила тоже прокачивается. Выносливость, допустим, сейчас у нас прокачивается на 10. А сила на двоечку и выносливость на единичку. Ой, и выносливость... и ловкость на единичку. То есть выносливо 10 плюс 2 силы и плюс 1 к ловкости. И плюс к интеллекту. Потому что это был интеллектуальный подкаст. Да? Собственно, дамы и господа, 30 минут 20, 7 секунд. 30 минут 30. Давайте еще минутку, вот бонусную. Пробежим до 31 минуты. Попрыгаем. Вот так. Отлично. Супер. Гуд, 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 гуд. Молодцы. Кто сделал полностью упражнение, пиши в комментариях. Серьезно, вот напиши, пожалуйста. То есть посмотрел до этого таймлайна, пиши таймлайн. Пиши, что ты сделал. И просто респект тебе большущий. Посмотрим, сколько нас. Давайте ускоряемся. Двигаемся. Окей, гуд. Молодцы. Так, 31, 05, 06. Ну, это 31, 15 будет. И мы такие завершим это. Иногда входишь в такой своеобразную медитацию, выполнение упражнений. И такой... Так, блин, мне нравится. Гуд, гуд. Поаплодировали себя. Молодцы, дамы и господа. Так, сейчас музыку выключу. Молодцы, друзья. Я очень рад. Прям очень рад попить водичку сейчас. 30 минут бега. 30 минут бега. Вы представляете? Это просто сочно. То есть вы прокачали сейчас свои мышцы, стали более живительными. Ваше настроение поднялось. Да, возможно, вы такие еще и типа... Не пробегали. Но потом, если вы сейчас так вот ощущаете, то потом настроение поднимется. То есть спустя 2-5 минуток, 10, вы такие оклемаетесь. Блин, а я молодец. Я горжусь тем, что я сделал. И у вас просто такой... Блин, я крутой. Я... Я найс чел. Или девчуля, да? Вы начнете думать так. Либо же уже сейчас думаете. Так, я молодец. Я выполнил эти упражнения. Можно еще что-нибудь там поделать. В общем, желаю вам успехов, друзья. Делайте еще другие дела. Танцуйте, веселитесь. Также рисуйте, пишите что-либо. Пишите от руки, пишите на клавиатуре. Зачиняйте новые вещи, прогрессируйте. Также снимайте себя на видео, там какие-нибудь видеоролики. И тогда в вашей жизни все станет хорошо. Желаю вам успехов и развивайтесь, друзья. Как физически, так и ментально. Успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.